Макет стены истории создали молодые архитекторы. Ребята вместе с представителями Вологодского поискового отряда отобрали наиболее значимые события для региона в Великой Отечественной войне и разместили их в фронологическом порядке. Напомним, стена истории появится в Парке Победы. Это будет стенд, который также станет основой для красной площадки проекта «Семь чудес цвета». Здесь будут отражены, например, все события, связанные с организацией работы в тылу. Это и формирование распределенно-эвакуационного пункта 95-го, в состав которого входили все госпитали, которые дислоцировались на территории Вологодской области. Это и формирование Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО, который вместе с зенитчиками и 148-й истребительной авиационной дивизии прикрывали небо Вологодщины от разведчиков и от бомбардировщиков немецких. Это Иоштинская оборона 1941 года, единственный район, на территории которого в Вологодской области шли боевые действия и герои Вологжани. Например, летчик Алексей Годовиков, герой Советского Союза, который погиб в воздушном бою на территории области, здесь и похоронен. Это и дважды герой Советского Союза Алексей Клубов и маршал Иван Конев. И еще много истории о том, как жил город в годы Великой Отечественной. Увидеть стену истории в Вологжане смогут 8 мая. В этот день в Парке Победы пройдут масштабная военизированная реконструкция и фестиваль школьных концертных бригад. Здесь будет воссоздан один из боев Великой Отечественной войны 43-го. Юлия Савинцева, Денис Терин, Вологда, Портал.